Я передаю словами, ребят, это надо смотреть. Приятно, что я даже тут сошел, а в Алангарске появится, а в Алангарске видится. Всем привет, это InsideEyes, и как вы могли увидеть, сегодня такой необычный формат блога. Потому что я нахожусь на турнире City Cups. Это турнир от Лиги Ставок, от ФХР, и это хоккей, 3 на 3, необычный. Это очень популярные, известные игроки. Игроки КХЛ, НХЛ, МХЛ. И я уже аккредитовалась, и... Смотрите. Вот там, внизу, бигзон. Привет, я пришел, и я попросил к билету. Я вот к билету даю. Да, и еще подскажи. Я набирал, он просто не берет. Я поэтому на Майкл, и я пришел. Здравствуйте, Дмитрий. Я только недавно узнал, что он вообще существует. И сегодня понял, что это реально очень крутой формат. Это очень зрелищно, это очень динамично. Там много голов, там много эмоций. И на такой прекрасной арене, с болельщиками, с чирлидерами, с маскотом. Это очень круто. Я очень доволен. И буду об этом писать, что это зашибись. Как вы считаете, имеет ли этот хоккей будущее? Есть будущее, обчитывая, сколько сейчас было СМИ на этом турнире. Довольно много болельщиков. И важно, что этот турнир, он теперь под эгидой Федерации хоккея России. То есть будет больше рекламы, больше промоушена, больше зрителей, больше публикаций. И я надеюсь, что за этим хоккей будущее. Спасибо. А, министры и вот эти вот все. Министры, кстати, вот не знаю, надо вам Глеба спросить. Ну ладно. Итак, здравствуйте, Егор. С ним. Так, и все. Здравствуйте, Максим, Светлана и Артем. Расскажите, пожалуйста, часто вы вообще ходите на хоккей? Или может быть это вот первый раз? Первый раз сегодня. Детям первый раз. Первый раз все узнали и вышли. От коллег. Коллег поделились. Решили попробовать, да? Как вам? Как эмоции, как ощущения? Очень интересно. Очень позитивно. Будем еще подчасти. Будете еще ходить, да? Вам на обычный хоккей не были? Только вот 3 на 3, да? Да, с первого раза в 3 на 3. Хотели бы, может быть, попробовать посмотреть? Конечно. Сравнить или как бы вот только теперь же фанаты. Да, да, да. Не хотите сказать. Фанаты 3 на 3. В турнире City Cup 3 на 3. Это не сказал бы, что прямо суперновый вид хоккея, да? Но достаточно новый. И, как ни странно, меня поразило количество болельщиков, которые действительно приехали сюда и купили билет, приехали посмотреть. И, вроде бы, заполняли мастерин только 4 трибуны. Но это достаточно, потому что на самом деле я думала, что это не будет вообще заполнено. Это будет не популярно, но они все заполнены. И это потрясающе. Всего в турнире участвуют 12 команд. Они играют на двух аренах. По 30 минут. Длится 3 периода. Всего играют плюс-минус 30 минут. Вот. И потом будет четвертьфинал. Финал и, собственно, награждение. Нашли малую арену. Получили мы аккредитацию. Сменили ее, потому что так и не поняли, почему. И можно с ним и пообщаться так и не поняли, что просто. Это коридоры. Нет, мы просто везжали, нам туда. Стульки какие-то такие. Итак, мы находимся на арене. Это зона игроков. Техническая зона. Вот здесь, наверное, интервью лучше все обрать. Так, мы, наверное, в интервью лучше все обрать. Это зона игроков. Ни geçira. КОТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА Нигит, скажи, какие ты ощущаешь преимущества такой игры, такого хоккея между теми, в которые ты уже проиграл? Интересный хоккей, больше пространства, здесь 3х3 все-таки, где-то индивидуальное мастерство выходит на первый план, потому что 5х5 все равно больше, тактическая такая игра, а здесь больше уже индивидуальное мастерство будет решать. Спасибо, Никит, скажи, хотела бы ты еще поиграть, еще поучаствовать в таком хоккее, или все-таки тебе больше ближе обычный стандартный? Безусловно, хотел бы, наверное, но все-таки 5х5 мне как-то больше ближе, но летом прекрасный турнир, как бы уже второй здесь проходит за короткое время, и я вот на втором играю положительные такие эмоции, поэтому, конечно, хотел бы еще играть. Привет, Коля, скажи, пожалуйста, это у тебя уже третий турнир подряд, как такое вообще происходит? Великий Николай Голдобин не устает? Ну, меня позвали, ребята не могут отказать, я вот приехал только с турниром, мы утром играли в 1 с утра на 3 на 3 КХЛ, и приехали сюда, там учались, я перепустил, там буквально потончик и сразу на игру, вот, очень устал, если честно. Какие эмоции именно вот от этого турнира? Ну, тут играешь со своими друзьями, с кем играл по детству, с близкими, у нас даже есть человек, который, как бы, уже закончил хоккей лет 7 и все равно играет очень хорошо, там, Андрей Алексеев, победный, красавчик, поэтому все мы очень. Спасибо. Привет, Захар, расскажи свои эмоции от этого турнира. Да, эмоции положительные, что вышли, первую игру проиграли пока что, 2-7, но мы не падаем духом, лед скользкий, шайба круглая, все хорошо. Как тебе сама организация турнира? Все на высшем уровне, потому что, как бы, и болельщики, и, ну, появились болельщики, это очень приятно играть при болельщиках, им хорошо. Так, в целом, эмоции только положительные, организация на высшем уровне, все отлично. Как считаешь, имеет место быть на Олимпиаде этот вид спорта? Ну, году к 30-му году, я думаю, да, где-то можно, почему нет? Как раз мы там закончим с хоккеем, все, и перейдем туда. Спасибо. Спасибо. Привет, Вася, расскажи свои эмоции от турнира. Как тебе организация? Да, все супер, на самом деле, рад сюда приехать. Собрали команду где-то неделю-две назад, и приехали сюда очень много знакомых, с кем играл когда-то, да, с кем в сборных пересекался, поэтому все очень здорово. Но на льду, конечно, спортивный интерес превысит всего. Такой, возможно, больше личный вопрос, тяжело ли было эмоционально, возможно, возвращаться, ну, не возвращаться, а приехать в Россию после сезона практически, или ты уже скучал уже, как бы, ну, хотелось? Я всегда рад домой приехать, у меня, ну, что, у меня тут родители, у меня у жены здесь родители, у меня здесь друзья, я здесь готовлюсь к сезону, это мой дом, опять же, я всегда рад сюда вернуться. Понятно, что Ванкувер моя работа, то есть город, в котором я играю, и ничего не говорю, но вернуться сюда на лето, это, как бы, я только за. Спасибо. Привет, расскажи, пожалуйста, свои эмоции от турнира. На самом деле, необычные такие эмоции, потому что, вроде бы, играешь 3 на 3, но, с другой стороны, что-то есть похожее с овертаймом, в регулярном шоконате ККЛ. Мне нравится все, очень интересная организация, очень все удобно, раздевалки, сушилки, вода, питание, все супер. Это первый такой у тебя формат 3 на 3? Да, первый, в прошлом сезоне, точнее, в прошлом летом меня завалил, но я не смог, пусть в ином состоянии, а в этот, этим летом, конечно, согласился и приехал. Какие выделяешь для себя, прям, отличия, ну, состав, понятно, количество игроков, а еще? Мне кажется, тут нужно грамотно тактику подобрать, потому что, все-таки, тут все профессиональные хоккеисты, и все играют по типу овертайма. И можно придумать что-нибудь интересное, что их, так сказать, достает расплох, вот, и на этом поймать соперника наши. Спасибо. Привет, Юра. Расскажи твои эмоции от вообще турнира, от организации, как ты оцениваешь организацию турнира? Привет. Ну, я только приехал, пока еще не успел сыграть свой первый матч, но видно, что организация очень серьезная, все солидно выглядит, приятно присутствовать на таком празднике хоккея. Что бы добавил, может быть, в организацию? Может быть, побольше зрителей? Я даже не успел еще выйти на ледовую площадку, поэтому, в принципе, мне кажется, пока все, что нужно для удобства хоккеистов, все присутствует, поэтому я полностью доволен, что нахожусь здесь. Спасибо. Сергей, скажите, правда ли, что родные стены всегда помогают? Считаете ли Балашику своей родной ареной? Ну, конечно, два года здесь отыграл, выиграли кубок, и вот сейчас пошли за вторым. Приятно, что даже кто-то пришел, просто сильно авангардские болезни, рад их видеть, очень. Скоро ли переезд на Омск-арену? Ну, я не знаю, сбор у нас в 13-м начинается и влево. Флэшбэки, может быть, какие-то ловите здесь? Кубок Гагарина? Не, ну, конечно, есть какая-то ностальгия, но просто рад сюда вернуться, тем более сыграть такую команду в Омск, у нас команда, поэтому так все совпало. Так что, да, здорово. А как вообще эмоции от самого турнира? Да, кайф, вообще получаю удовольствие, классно тут, и получаешь какие-то положительные эмоции, и, не знаю, видишь там старых друзей, и просто ребятами, с кем играл, отлично проводишь время, и плюс ко всему же еще и тренируешь себя. Спасибо. Здравствуйте, Иван. Скажите, какие у вас ощущения, вообще атмосфера от турнира, от организации? Здравствуйте. Ну, на самом деле, все на высшем уровне. В этом году еще лучше, чем в прошлом. Как бы приятно, приятно, когда приезжаешь, да, и все так организовано, да, и... Мне очень понравилось, что сделали сейчас название команд по городам, как бы очень интересно играть сразу стало из-за этого. Вот, и, да, и в целом, мне кажется, уровень хоккея вырос, конечно. Кстати, даже с прошлым годом видно, что счета меньше стали, хоккей плотнее, поэтому приятно играть. Как считаете, есть ли вообще будущее у хоккея 3х3, и реально ли ему быть на Олимпиаде? Вообще имеет место быть? Ну, да, почему нет. Если, опять же, создадут какую-нибудь лигу, да, где будут играть хорошие игроки, это все развивать, то я уверен, что это могут включить в Олимпийскую программу, да, если... Ну, опять же, на это очень много времени, я уже не раз говорил, что это... Надо создавать лигу, чтобы спорт заинтересовал себя, чтобы было интерес у зрителя, да, то есть, никто не знает, как это все будут делать, да, но... Ну, конечно же, если все это случится, почему нет? Спасибо. В общем, подводя итог, могу сказать, что организация действительно очень хорошая. В Бресте есть доступ поговорить с игроками, да, там, Вася Подкузин, который в НХЛ играл, Ваня Просветов, и очень классная атмосфера. Просто не передай словами, ребят, это надо смотреть. Я уверена, что этот вид спорта, этот хоккей 3 на 3, он имеет место быть, да, я не знаю, на Олимпиаде или нет, но в целом имеет место быть, у него есть свое будущее, и, блин, это надо смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА